Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заведующий хирургическим отделением Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России Клинической больницы номер 123, доктор медицинских наук, профессор Михаил Александрович Косович. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Александрович, хочется поговорить сегодня еще раз более детально о работе вашего отделения. Я знаю, что за то время, сколько мы не виделись с вами, там произошли существенные изменения. Спасибо. Отделение, которое я представляю, которым я заведую, расположено в стационаре 123-й клинической больницы. 123-й клинической больницы – это подразделение Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России. Достаточно серьезная федеральная структура. Научная структура. Научная структура, совершенно верно. Нужно сразу говорить о том, что вы активно занимаетесь именно научной деятельностью. Как раз-таки у вас такая замечательная площадка для появления новых медицинских технологий. Совершенно верно. Причем наша наука, она связана с нашей специальностью хирургии. Поэтому тот раздел науки, которым мы занимаемся, это прикладная наука. Это не фундаментальные, прикладные научные исследования, которые непосредственно можно, и мы внедряем их в практику, что дает сразу достаточно серьезный положительный эффект при лечении наших пациентов. Какие новые направления появились в вашем отделении? Чему вы сегодня уделяете особое внимание в работе? Наше отделение достаточно сильное по врачебному потенциалу. У нас в отделении работают два доктора наук, два профессора, два кандидата наук. Остальные доктора наши имеют высшую врачебную категорию. Многие хирурги, кроме сертификата хирурга, имеют и сертификат по смежным специальностям, по онкологии, по колупрактологии, по ультразвуковой диагностике, по сосудистой хирургии. Поэтому мы можем сразу заниматься пациентами, которые имеют не только узкую хирургическую патологию, но также пациентами, которые имеют и серьезные сопутствующие заболевания. Вследствие такого высокого научного и врачебного потенциала, тот тренд, который мы разрабатываем в нашем отделении, он соответствует вектору развития современной хирургии, мировой, российской, это малотравматичные виды хирургических вмешательств. Ну, прежде всего, то, что знают наши пациенты, это эндоскопические, ляпароскопические вмешательства. Более 2-3 операций, которые выполняют наши хирурги в нашем отделении, выполняются в ляпароскопическом варианте. Это позволяет значительно уменьшить болевой синдром, уменьшить травму операционную, уменьшить значительные осложнения. Раневых осложнений практически вообще нет, потому что ран, как таковых, нет. Есть небольшие проколы, которые вследствие незначительного повреждения ткани передней брюшной стенки практически не имеют даже никакой тенденции ни к воспалению, тем более к нагнаиванию. Эти операции дают минимальное количество спаек в брюшной полости и позволяют достаточно быстро пройти период реабилитации после операции. Это буквально... Но мы стараемся как бы соблюдать определенные требования, которые к нам предъявляют страховые компании, которые имеются, так сказать, в хирургии, там, предположим, 3-5 дней после операции. Ну, в общем, пациенты, которые настаивают, могут быть выписаны на следующий день, через 2 дня. То есть период реабилитации очень небольшой, и большая часть пациентов может приступать... Высокая результативность. Да, высокая результативность. Вот, в общем, у нас больше половины выполняется таких операций. А по некоторым нозологиям взять, например, патологию в непеченочных, желчных путей, калькулезный холецистит, острый, хронический. К сожалению, много еще острых холециститов. Никак вот мы не можем переломить сознание нашего населения, что профилактика – это лучший путь к получению хороших результатов лечения. Все же многие поступают с острым воспалением. Но, тем не менее, 99% операций при калькулезном холецистите мы делаем ляпароскопическим способом. При аппендиците 97% операций делаем ляпароскопическим способом. Причем и при желчнокаменной болезни, и при остром аппендиците у нас имеются свои оригинальные способы выполнения вмешательств. Если все выполняют через 4 прокола холецистоктомию, то мы делаем через 2 прокола. Если все выполняют аппендоктомию через 3 прокола, мы тоже делаем через 2 прокола. Но это уменьшает немного болевой синдром и повышает косметический результат вмешательства. Ляпароскопически мы оперируем патологию толстой кишки, онкологическую патологию толстой кишки, разделяем спаечные сращения. Разные операции в экстренной хирургии. Стараемся начинать, если лучше, ляпароскопическом варианте. Михаил Александрович, если говорить о маршрутизации пациентов, как к вам они могут попасть? Что им необходимо, чтобы пройти лечение в вашем отделении? Мари, попасть к нам гораздо проще, чем многим кажется. Главное не доводить до того момента, когда к вам привезут по скорой. Да, это я согласен. Лучше прийти напрасно, чем, понимаете, у нас есть очень многие пациенты. Буквально сегодня с утра я делал обход после субботнего дежурства. Три аппендицита у достаточно молодых людей со сроком заболевания 2, 3 и 4 дня. Понимаете, люди, которые живут в городе, не в тайге, у которых нет еще проявления возрастного маразма, они 3-4 дня сидят дома и ждут, когда все пройдет. Причем переносят острую боль. Перенамучаются, но не идут, понимаете. Хотя в начале этого заболевания, в течение первых суток, операцию можно сделать очень просто, спокойно и для пациента, и для хирурга. Понимаете, а если они о себе не думают, хотя бы подумали о хирургу. Хирургу же принципиально проще оперировать в первые сутки от начала заболевания, чем через 3 суток совершать такой маленький подвиг, который не знает, кто оценит. И тем не менее справиться с этой ситуацией. Понимаете, поэтому, к сожалению, больные почему-то сидят и ждут. И даже и при острой патологии плохо, и при хронической. Лучше пусть придут, лишний раз посоветуются, спросят что-то. Понимаете, не наши патологии. Это вот, к сожалению, наверное, укоренившееся мнение, что ли, у наших жителей, наших пациентов, что к хирургу лишний раз лучше не ходить. А то, что-нибудь отрежут, ненужное. Неправильно это абсолютно. Неправильно. Мы делаем операции только по показаниям. Не надо делать, мы не оперируем. Понимаете. Причем даже появляется с возрастом определенная мудрость. И лишний раз мы лучше полечим, понаблюдаем, еще раз пересдадим что-то. И только если... Ну, в любом случае, всегда проводятся консилиумы, приглашаются из смежных специальностей врачи. И уже общим решением принимается делать операцию или нет. Конечно. Конечно. Поэтому делаем операцию только тем пациентам, кому это показано 100%. Понимаете. Поэтому лучше приходить. Много, к сожалению, запущенных случаев. Много. Михаил Александрович, ну, на Ваш взгляд, все-таки сможем мы когда-нибудь переломить эту ситуацию? И смогут ли наши люди более внимательно относиться именно, я подчеркиваю, именно к профилактике своего здоровья? И вовремя обращаться за помощью к специалистам? Я очень на это надеюсь. Причем, надеюсь, уже более 30 лет в течение этого срока занимаюсь лечением пациентов. Но, к сожалению, эта проблема, она не только и не столько медицинская, сколько социальная. Понимаете. К сожалению, вот комплоентность пациентов, мотивированность к лечению, она не растет. Не растет. Я не могу сказать, с чем это связано. Я думаю, это целый комплекс причин, которые влияют на решение пациента прийти к врачу. Понимаете. Есть небольшой... Их все меньше и меньше, к сожалению или к счастью. Небольшой совсем процент пациентов, которые едут в любое время дня и ночи, если у них где-то что-то кольнуло. Раньше их было больше, сейчас совсем их мало. А большая часть, к сожалению, не обращается к врачу. Я не знаю, с чем это связано. То ли с жесткими условиями на работе, то ли с какой-то другой мотивацией. Может быть, страхом услышать какой-то диагноз, к которому ты не готов? Может быть, страхом. Да, какая-то страусинная такая политика. Я не иду, я не услышу никакой диагноз. Значит, у меня все хорошо. Значит, у меня все хорошо. Да, да. Но это неправильно, потому что большая часть патологии, даже вот тот тренд, который развивается сейчас в хирургии, в мировой хирургии, это ранняя диагностика рака, предположим. Первая, вторая стадия дает излечение в 90% случаев. Это уже не трагедия вообще во всем мире. Вот взять некоторые страны, там японцы могли очень хорошо сделать скрининг исследований по всей стране. Причем они в начале, там какие-то 10-15 лет назад заставляли пациентов проходить эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования. В общем, не самые ужасные, серьезные и такие некомфортные методы исследования. А сейчас уже ситуация в Японии, например, доведена до того, что пациенты сами идут. Сами идут просто вот, ну, грубо говоря, не совсем, наверное, так, идя в булочную за хлебом, по дороге зашел, сделал УЗИ и пошел дальше купил там две булки. Но близко к этому, понимаете, близко к этому. И поэтому они выявляют на первой, второй стадии, и поэтому у них пятилетняя выживаемость. Это критерий, понимаете, 90 с лишним процентов по многим онкологическим заболеваниям. Это надо ломать сознание людей, понимаете. Не надо бояться врачей, ну, дети еще, ладно, там боятся, ну, взрослые-то люди. Как вот в мультфильме про бегемота, который боялся прививок, абсолютно необоснованно, понимаете. Тем более, что сейчас многие методы лечения, они двигаются в сторону малой травматичности. Болевой синдром минимальный, настолько минимальный после операции, что меньше это только вообще не оперирует, понимаете. Больные просыпаются, один маленький разрезик, второй маленький, даже не разрезик, а прокол какой-то там, понимаете, 12 миллиметров, там, 7 миллиметров. Ну, не болит это, понимаете. Более того, мы еще делаем местное обезболивание этих проколов, мы накладываем косметический шов, который не надо снимать, понимаете. В общем, созданы уже для пациентов все условия, максимально комфортные, только придите. Только приходите к нам лечиться. Главное вовремя. Михаил Александрович, каким вы видите дальнейшее развитие вашего отделения? Что бы вам хотелось, чтобы в нем появилось в ближайшее время? Что бы я хотел? Ну, всегда, мне кажется, врачи – это люди, которые всегда о чем-то мечтают. Я согласен, да, я согласен, особенно хирурги, да, я все же считаю, что у хирургов вот эта мотивация к развитию, она достаточно высокая. Ну, мне так кажется, потому что я внутри этой системы нахожусь. Хотелось бы, конечно, нового современного оборудования. То, что у нас есть, это далеко не самое плохое оборудование, мы на нем хорошо достаточно работаем, успешно, но появляются, очень быстро появляются новые современные инструменты, современная аппаратура, которая, если, так сказать, ее внедрять, применять, да, она стоит денег. Понятно, здесь вот этот вопрос, он, опять же, не совсем медицинский, понимаете. Если бы можно было все получить, что нам показывают на выставках, на съездах, на конференциях, просто иногда смотришь, и вот зависть берет по отношению к тем докторам, которые имеют возможность. Хотя я понимаю, что есть, к сожалению, лечебные учреждения в нашей стране, где ситуация совсем плохая. Поэтому то, что мы имеем, это достаточно хороший современный уровень, понимаете, плюс к любому оборудованию, понимаете, оборудование – это очень важный компонент. Я просто говорю о той части, которая у меня вызывает некоторую озабоченность. А самый важный компонент, конечно, любого лечебного диагностического процесса – это не оборудование людей, конечно, людей, мозги и руки. Вот этот процесс… Нет ли у вас кадрового голода? Вот у меня очень хорошее отделение, вот на самом деле очень хорошее, средний возраст – 42 года, очень высокая квалификация. Когда все хирурги выполняют те требования, которые предъявляются, на самом деле очень хороший коллектив, понимаете. И когда вот эта проблема решена, она уже как бы вот крестик я поставился в голове, здесь все хорошо, теперь хочется оборудования, понимаете. Наверное, если бы кадровые проблемы были, я бы думал о другом. Но сейчас вот на самом деле все хорошо, очень сильный врачебный коллектив, хорошие, мотивированные доктора, которые с удовольствием работают. И хочется обеспечить эту работу уже так, чтобы она протекала на самом современном уровне. Но я думаю, что это бесконечный процесс, понимаете. Это бесконечный процесс, потому что всегда будет появляться что-то новое, что-то интересное. Не на все, конечно, новое надо сразу кидаться. Здесь необходим какой-то здоровый консерватизм. Потому что иногда появляются новые методы диагностики, лечения, которые сначала вызывают восторг. Через несколько лет, предположим, какое-то такое здравое осмысление. И через 2-3 года, так сказать, вопрос, а зачем мы вообще это делали, понимаете. Поэтому, конечно, нужно здраво относиться. Не все новое, то, что возникает, надо сразу внедрять, применять. Нет, здесь здравый смысл мы включаем, конечно, смотрим, оцениваем, рассуждаем. У нас дискуссии ведутся. Мы в тренде того, что творится сейчас в российской хирургии, очень, так сказать, достаточно активно участвуем в системе непрерывного медицинского образования. Посещаем много лекций, много семинаров, съездов и так далее. В общем, практически каждую неделю у нас кто-то посещает какие-то научно-практические мероприятия. Поэтому мы понимаем те требования, которые сейчас предъявляются к диагностике, к лечению. Мы сравниваем с нашими классическими позициями, воззрениями на различные виды патологии. Слава Богу, они тоже в голове есть, понимаете. Выбираем какой-то вот такой консенсус и оптимальный вариант предлагаем нашим пациентам. Если говорить о научной деятельности, что сейчас вас волнует? Чем? Занимаетесь на что делать акценты в своей работе? Что изучаете? Что изучаем? Ну, если, так сказать, глобально мы все равно все наши научные исследования ведем вокруг малотравматичной хирургии. Несмотря на то, что эта хирургия в мире уже скоро как полвека будет развиваться. Ну, в нашей стране чуть поменьше, но совсем чуть-чуть поменьше. Первая операция была сделана в 91-м году, в мире в 87-м году прошлого века, а у нас в 91-м. Четыре года совсем маленькие. Мы отстали совсем чуть-чуть, да. Достаточно большой срок развития малотравматичной хирургии. Уже практически не то, что большая часть, а, наверное, все операции уже попробовали сделать эндоскопическом варианте. Там торгоскопический, ляпароскопический и так далее. Даже вот я сам себя перебью операцию на щитовидной железе, которая вообще уже как бы не относится ни к органам, там, ни брюшной полости, ни грудной полости. И, тем не менее, мы даже ее начали делать эндоскопически, учитывая то, что большая часть пациентов – это пациентки, это лица женского пола, да. Если даже при какой-то патологии брюшной полости пациенты с утками сидят, ждут, пока что-то где-то отвалится, рассосется, пройдет и так далее. То, когда возникает патология щитовидной железе, да, диагностика более-менее не сложна. Ультразвуковое исследование – это не больно, это не инвазивно, это не травматично. Но дальше ставится диагноз, предположим, узел в щитовидной железе. И вот тут возникает, значит, стоп, потому что это будет разрез, это будет некрасивый рубец. Видимая часть тела. Это видимая часть, да, не все готовы ходить с шарфиками, да, там, что скажет. Семья. Семья, там, да, и так далее. Тогда, в общем, в голове возникают не самые правильные мысли. И поэтому, к сожалению, многие запускают этот процесс. Вот у нас сейчас имеется возможность, например, выполнять операцию при патологии, хирургической патологии щитовидной железы. Естественно, мы, опять же, не все оперируем. В эндоскопическом варианте, то есть, введение инструментов через те участки тела, которые не видны при, так сказать, обычной нашей жизни. То есть, на шее никаких разрезов не остается. Рядом с соском, под плечевым суставом, в подмышечной впадине небольшие разрезы. На шее не остается ничего. Операция очень красивая, малотравматичная, радикальная, под большим увеличением. Видно не только щитовидные железы, видно все структуры, сосуды, нервы, которые мы не должны повредить. Ну, это я, так сказать, вот отвлекся просто. Малотравматичные вмешательства. Все научные наши исследования, они крутятся вокруг них, понимаете. Несмотря на то, что клинически уже всем давно доказан явный положительный эффект этих операций, больные раньше встают, раньше уходят, не предъявляют никаких жалоб, не требуют ни наркотиков. Больные, к сожалению, после этих операций даже не понимают то, что им сделали, насколько там серьезно и правильно, объемно поработал хирург брюшной полости. Они просыпаются. Два прокола, кажется, что-то фантастическое. Два прокола, три прокола, да. Мы рано ведем, без повязок, не заклеиваем. Мы зашиваем косметическим швом, больной просыпается, посмотрел. Да что-то вообще непонятно, что сделали. Это не так, конечно. Ничего не делали? Нет, делали, понятно, делали. Но, тем не менее, вот, несмотря на явную клиническую, так сказать, целесообразность этих операций, вот серьезная научная база, которая показывает и доказывает снижение травматизма операции, еще не разработана. Это очень сложный вопрос. Вопрос хирургической агрессии. Как ее измерить? В чем измерить? Это реакция организма на какой-то такой стрессорный фактор в виде операционной травмы. Но работы ведутся в этом направлении. Мы этим давно занимаемся. Но вот окончательно ответ пока не дан. Поэтому многие наши работы ведутся именно в этом направлении. То, что нас интересует в силу того, что мы начали заниматься малотравматичной колоректальной хирургией, интересует проблему несостоятельности анастомозов. Как сделать так, чтобы две кишки, которые мы соединяем друг с другом, два отрезка кишки срастались? Ну, в 100% случаев, наверное, никогда не получится. Сейчас официальная цифра 90%. 10% несостоятельность. 90% у нас идет процесс репарации. Все срастается. Конечно, 10% это вроде бы немного. Но это если просто рассуждать вот так. А если, не дай бог, пациент попадет в эти 10%, даже 5%, даже 3%, но если пациент попал в эти 3%, ему все равно, что 97% зажили хорошо. Правильно? Конечно. Поэтому хочется этот процент уменьшить вот насколько возможно до минимума. И понять, что влияет на этот процесс. Понимаете? Мы представляем себе, да, влияет кровоснабжение, влияют там различные репаративные процессы. Но вот эти детали, которые надо учитывать, мы сейчас изучаем. И еще есть такое интересное направление. Это взаимосвязь процессов репарации в кишечнике с кишечной флорой. Понимаете? Все меняется. Причем меняется в хирургии очень серьезно. Иногда прямо противоположно. На 180, на 360, на 720 градусов. Понимаете? Если всегда считалось, что мы можем делать операцию на толстой кишке, только хорошо ее подготовив к операции. Она должна быть пустая. Она должна быть отмытая. Там специальные клизмы или специальные препараты. То сейчас считается, что не надо это делать. Не потому, что там врачам или медсестрам лень это делать. А считается, что если мы сделали кишку чистой, а еще, не дай бог, там почти стерильной. Когда мы оперируем, мы всю жизнь оперируем, мы радовались, кишка пустая, все очень хорошо, мы сшиваем, никакого содержимого нет. А оказалось, что результаты репарации срастания хуже в этой кишке. Понимаете? Поэтому вот та микрофлора, которая имеется в кишечнике, она влияет очень серьезно на срастаемость, на степень репарации кишечника. И это тоже момент, вопрос, который, опять бы, как бы априори на практике мы получили эффект. Да, не готовим кишку, получаем лучший результат, а доказательная база тоже еще очень достаточно слабая. В общем, в современной хирургии, в которой основным направлением вот это является быстрое восстановление, фаст-трак, так называемая технология, программа ускоренного выздоровления, ПУФ в российской хирургии, программа ускоренного выздоровления. Основным моментом является, конечно, малотравматичное хирургическое вмешательство, но еще много других пунктов есть, понимаете, вплоть до того, что сейчас пациентам разрешено, например, до операции пить сладкий чай. Никогда раньше этого не было. Сейчас доказано, что голод, голодное состояние, в котором пациент идет на операцию, хуже, чем, предположим, его состояние после того, как он за 4 часа до операции выпьет. Если операция во второй, третьей очереди, это может быть в 12, в 2 часа, в 4 часа дня, и пациент последний раз ел вечером накануне, то это нехорошо, понимаете. Всегда мы как-то считали, что везде должно быть пусто, в желудке пусто, в кишечнике пусто, и будет тогда хорошо. Но это не совсем верное воззрение, не совсем верные технологии, потому что мы же не сантехники, которые свинчивают две трубы, и трубы, естественно, должны быть пустые, когда производят их там какое-то соединение, опрессовку и так далее. Здесь гораздо сложнее ситуация, понимаете. Вот те моменты, те технологии, которые крутятся вокруг программы ускоренного выздоровления, они все сейчас требуют какого-то научного обоснования. И это интересно, это правильно, потому что мы или подтверждаем что-то, или у нас возникают какие-то сомнения. На веру ведь многое принимать нельзя, понимаете. Мало ли что, где говорят. Есть и очень горячие головы вообще и в жизни, и в медицине, и в хирургии. Но в хирургии они нужны, но и они очень опасны. Поэтому надо все здесь вот переваривать, вот как это вот инь-янь должно быть. Мы когда спорим, у нас есть хирурги очень прогрессивные, есть, которые с некоторым консерватизмом, понимаете. Я всех слушаю, и в конечном итоге мы какой-то вот консолидацией рождаем мнение, которое, я думаю, является оптимальным. Причем это мнение не обязательно должно даже совпадать с моим первоначальным мнением. Я их настолько уважаю, вот своих хирургов, что иногда они меня могут в чем-то убедить, понимаете. Иногда кто-то обладает какими-то знаниями, которые вот у меня недостаточно, предположим. Но именно вот в этом и есть прелесть нашего коллектива. Все-таки сейчас медицина очень стремительно развивается, и хотелось бы еще раз вернуться к тому вопросу, чтобы пациенты все-таки шли к врачам и не тянули до последнего. Не откладывали на потом, на завтра, на послезавтра, и не получалось так, чтобы их доставляли по скорой в лечебное учреждение. Совершенно верно. Поэтому я призываю всех жителей Одинцова, Одинцовского района, Запада Москвы, всей Москвы приходить к нам. Пусть лучше даже посоветоваться, понимаете, когда возникают какие-то вопросы. Пусть получить, сейчас это очень модно и, наверное, правильно. Там второе мнение, просто второе мнение. Не то, чтобы проверить правильность лечения у врача, у которого пациент лечится, но просто получить второе мнение. Иногда оно может быть, понимаете, абсолютно противоположным. Пациент, все равно пациент сам принимает решение, но пусть он хотя бы задумается. Потому что от этого зависит результат его лечения, его жизни и качество его жизни. Михаил Александрович, спасибо за интересную беседу. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания.